Здравствуйте, друзья! Продолжаю серию, которую я сделаю бесконечной. Перед вами восьмая серия. Общее название аудиозаписки зачарованного садовода. И сейчас, так как у нас перестали любить печатное слово, вначале бумажное, потом просто то, что читать надо, сейчас все больше слушают. И дай бог, если когда-то следующее поколение, которое сейчас ходит в школу, и сутками, и ночью, и днем сидят за телефоном, чтобы хоть как-то адаптироваться к ним. Я не говорил сегодня не к нам, а мы к ним. Я делаю аудиозаписки. Итак, серия номер восемь. Итак, она посвящена мною, Артему Семенченко. Вот его статья. Он ее заглавил. На пути в драму садоводства. Общее название мое. Здесь много авторов. Не много, очень много, но есть. Давайте смотреть, о чем пойдет речь. Молодой человек, когда он фотографировался, ему на лет было 19-20, сейчас где-то 21. Плохо ли, хорошо ли. То, что раньше называлось Благословенный Край. Это... Ой... Говорит, не говорит, где он живет. Сейчас подумаю минутку. Ладно, пока не буду говорить. И вот его текст, его статья. Я Артем Андреевич Семенченко. Ладно, скажу. Харьковская область. Вот. Мне 20 лет. Скоро будет 21. Третий год, как увлекаюсь растения и водца. Начинался экзотический культур. На следующий год выникла огородная культура. А сейчас головой окунулся в тему садов, лесосадов, разничек соблюдения, опыта видальной селекции. Обучался не по направлению садоводства. Не по направлению. Учился в городе Лазовая. В заведении Лазовский фаховый высший колледжа курса. Обучался в странном факультетах. На музыкальном. Ох, вот вам и садовод. По специальности кардиона. Художественное отделение декоративно-прокладного искусства. О-о-о, это художник. По диплому ухожу преподаватель в художественной музыкальной школе. О-о-о. Руководитель музыкального оркестрова. Перед колледжем 8 лет обучался в художественной школе. 7 лет в музыкальной школе. Бедный ребёнок. Хочется мне сказать с высоты своих. С 74 лет. Вот. Итак, садоводство по Желинову. Вот его мысли. Я сразу вам скажу следующее. Я Желинов. С моими самыми в школе. Моими самыми любимыми. Моими предметами. Я их прочитывал ещё до 1 сентября. Ну, сами догадайтесь. Физика, химия, география. История, астрономия. И ещё несколько. До 1 сентября я прочитывал. Ну, такие попадаются. А из популярных журналов. Ну, никакой догадаться. Наука и жизнь, техника, молодёжи. Ну, ещё там, видимо, за самые юные натуралисты и так далее. Всё. Запомнил две фамилии. Уникальные люди, которые меня сделали инженером. Инженером непростым. Мягко говоря... Нет, не буду хвастаться, значит, инженером. Это в голове остались две фамилии. Голованов и Захарченко. Вот. Это уникальные журналисты, которые из нас простых детей делают романтиков науки. Вот так скажем. И вот такой... Все признаки будущего такого именно журналиста перед вами. Всё раз покажу его. Вот он. А всё, Андрей Семенченко. Я всё это говорил перед историей, чтобы вас заинтересовать, что будет дальше. Я прочёл вашу статью. А, мне надо посмотреть. Идёт те запись. Вроде бы идёт. Так. Очень интересная статья. Интересная мысль наблюдения. Прекрасные фотографии. Полностью согласен по происхождению рисунков на стёклах по силовым каркасам. По такому принципу строятся не только рисунки на окнах или инии на ветках. Обсяживаем материю, растения, животные, люди, грибы и все микроорганизмы. Вот. Вот так называемый силовый каркас от величайти жан. Лишь одно предложение. Мне не совсем понравилось. Внимание. Дело в общем. Всё. Здесь, конечно, что отсутствует. Отсутствует моя статья, которую он как бы разбирает по косточкам. Перед вами человек, доктор наук, Владимир Боянков, который самый продвинутый учёный на этой планете. Дело в том, что я сделал мировое открытие. Я скромный человек, поэтому говорю, просто говорю, как есть. Это и есть моя скромность. Итак, по силовым каркасам, которые находятся в воде, встраивались в эти силовые каркасы, биополя, так называемые, молекулы. Когда они встраивались, имелся достаточный шубнабор. Я это называю шубнабор. Встраивалось, да, как конечное количество. По готовым шубнабором эти молекулы, в результате получались организмы. Дальше они оживали. Но они оживали, потому что сам биополя, они живые. Не хватало только материального содержания. Получалось такое двоичное и биополе, и его материальной сущности. Вот когда это стало, я это называю, силовые каркасы и так далее, и так далее. Вот это было наукой воспринято так. Самый продвинутый на этой планете ученый, я ему могу поклониться. Вот он взял, и вот в этой вот, в учебу, это называется, значит, телеканал наука, да. Я именно здесь, я потом нашел в интернете его, и повторил, и запомнил, то, что он сказал. Появились намерки, ну, намерки, видимо, на меня. Потому что больше никто не осмирился бы. Это антинаука, то, что я говорил, это пока антинаука. Появились намерки, что вода не только растворяет, но и строит. Строит, строит, строит. Намерки. Слово намерки я воспринял и как поощрение, и как оскорбление. Так скромно. Не сказать гипотеза там Желинова. Нет. Появились намерки. То есть, где-то отголоски кто-то где-то ляпнул, что... И так и случилось, что мировое открытие так и не было. Хотя я практически уже сформулировал. Вот это вам не случайно перебор. То, что называется теория происхождения Земли. Вот. Которая изучается во всех университетах. Где самая... Привозносится мысль. Случайное слипание молекул. И вдруг получился организм живой. Глупость невероятная. И вот тут, значит, я получил пока поддержку. Как видите, Маяков подстеснялся. Сказать правду. Что хотя бы в виде гипотезы, чтобы ее осмотрели. Это очень важно. За ней будущее. За ней новое открытие. Пошло бы лавиной быть диссертацией, добыльские премии. Если бы только признать мою теорию. Вот. А биополяк, которые встраивались в молекулы специально по силовым каркасам. Поняли? Встраивались. Если это признать, за этим последует все, что угодно. Регенерация органов. Все. Но не может он. Он сказал, появились намеки. Дальше испугался. Вот. А вот молодой человек не испугался. Вот. Ну что, теперь дать пока он станет профессор. Он по ту сторону границы. И вот, значит, он мне пишет. Он будущий Захарченко. Допустим. Вот. Он, например, будущий журналист. Выдающий журналист Голованов. И вот он мне пишет вот это. И ради этого я решил сделать лишнюю главу в аудиокнигу. Вот он пишет. Лишь одно предложение. Мне не совсем понравилось. Мое предложение звучит так. Увы, никогда никем не будет разгадана именно Божья искра. Энергия жизни, нарушающая все законы физики. И уже миллиарды лет противостоящая энтропии, тепловой смерти вселенной. И уже это выше сельского разума. Да. Это я говорю, никогда. Вот. Разгадать мы не сможем. Вот. А он, ему это не понравилось. А мне понравилось то, что ему не понравилось. Значит, у него мозги есть, оказывается. Вот. И предложение его статьи. Я не думаю, что вы что-то придумаете, того, чего нет. Знаю, что вы говорите правду, верю вам. И понимаю, что бывают разные факторы неудачи. Негородно факторы ситуации, при которых случаются неудачи и трудности. Поэтому в этом плане можете абсолютно не переживать. Ребята, дорогой Артем, у меня скоро уходить. Вот здесь, вот в этой книге, мировое открытие. Вот в этой книге. Ну. Ну.